хотела бы узнать у слушателей да если у вас понимание а для чего вы живете какой ваш смысл жизни какая ваша миссия и делаете ли вы что-то в каждом дне что вас связывает с этой миссии честно говоря пока нет вот один пример да вот вам прекрасный пример батал да что человек не понимает для чего он живет и соответственно у вас и ничего не получается в каждом дне что-то делать да вот вы говорите я не могу там хочу понимаю там напомните вы говорили да что понимаете что зарядку делать но не делаете вы задавали этот вопрос да то что не только зарядку прилежно встать на вот после вот допустим стал на утренний намаз и в принципе могу начать день энергии есть но не знаю что делать как было а почему потому что у вас нет сценария жизни вы не понимаете а зачем вообще вы живете какова ваша конечная точка b вот если человек не знает где и в чем заключается его . b и он не понимает ну чтобы понять точку b ему надо сначала понять точку а до где он сейчас находится если он не понимает где он сейчас он не может оценить свое положение ему и не понять а куда ему прийти и вот как раз таки на тренингах да ли по личностному росту всегда говорят о том моделируйте свое будущее только мы сами можем моделировать свое будущее либо это сделает за нас окружение то есть не в положительном ключе сейчас говорю может быть да человек может попасть в очень хорошее окружение и его может вытянуть и окружение вот это тоже такой момент когда ребенок ходит допустим в плохую школу он очень плохо учится и я вам сейчас приведу пример из пятидневного у нас был рассказ одной участнице до которая до пятого класса там было просто трагическая история она до пятого класса училась в школе практически было двоечницей и она она говорит я даже не стремилась учиться хорошо пока они не переехали и она не пошла в другую школу она приходит в другую школу и понимает что она может сейчас у нее прекрасный момент что-то поменять она начинает хорошо учиться и и учитель соответственно видит что она умеет да и ее окружение другое и она соответственно говорит я вообще поменялась она ну вот как пример да ее точка b на пятидневном было в том что это была обладатель сети женских клубов я насколько помню на тот момент она была такая тоже интересная женщина с таким вот непростым жизненным опытом и она рассказывала вот свою историю на пятидневном так вот как раз таки о чем говорю да и человек если не знает свою точку а и не понимает куда он хочет прийти то он и живет вот так вот не понимая изо дня в день он не понимает а что ему завтра надо сделать чтобы прийти и стать ближе хоть на один шаг стать ближе к своей точке b и он изо дня в день живет вот просто вот одним и тем же днем день сурка да как часто любят говорить приводя в пример этот фильм когда человек может сказать не помнить что там было вчера и завтра да у него все один все дни одинаковые они все похожи друг на друга и в чем все таки плюс вот тех людей которые знают сценарий жизни да да как я сказала окружение может если вы в хорошем окружении окружение может вас в чем-то вытянуть почему потому что здесь включаются зеркальные нейроны то есть вы видите какое у вас окружение и вы хотите не хотите но а зеркальные нейроны начинают работать на вас вы начинаете потихонечку копировать навыки умения своего окружения потому что так устроен наш мозг если в вашем окружении люди не хорошие наоборот с негативным жизненным настроем люди которых у которых также нет сценария жизни вы точно также хоть какой вы не будете там мега умные и понимающий что надо делать вот так вы будете жить ровно так же как ваше окружение потому что если у человека такое негативное окружение ему очень трудно противостоять тут работает мозг включаются опять же зеркальные нейроны и он зеркальные нейроны они говорят ему то ты посмотри у тебя сосед делает вот так а зачем ты делаешь так давай мы тоже так и они на автомате человек если человек такой высоко осознанный он сможет остановиться и сказать нет а те основная масса людей вот 90 9 процентов до о которых говорит шамихазрат они живут неосознанно только один процент задумайтесь один процент один три процента нашего населения до нашей планеты живут осознанно и умеют контролировать вот и понимать что важно сегодня что нет так вот возвращаясь к приоритетам да вот я про говорила что приоритеты важно ставить если вы не ставите приоритетов все ваш день можно сказать потерян ваша продуктивность на нуле если только ваши приоритеты вы написали свой сценарий связали это с приоритетами дня у вас есть понимание куда вас завтрашние вот это действие приведет все-таки в будущем на в какую точку бы приведет вот тогда вы получаете еще и энергию на то чтобы двигаться еще дальше еще ближе становиться к той мечте которую когда-то обозначили но мозг еще такая штука которой трудно смоделировать будущее то есть если прошлые моменты ему вытащить да не так-то уж и трудно достаточно психологом сходить таким которые помогают вам достать вот это прошлое до таких сейчас очень много вот все-таки акцент я вот делаю на то чтобы не копать прошлое да вот как говорится я вот считаю что все действительно надо вот как вчера мы читали в благом нраве надо руководствоваться в жизни у нас есть божественная книга да это священный коран и сунна вот руководствуйтесь этим и вы можно сказать достигните успеха во всем потому что в этой книге в этих назиданиях от пророка саллаху алейхи вассалям все вот я не знаю я читаю вот вроде бы как духовную информацию да вот этот благой нрав это же больше такая духовная книга но за счет этого улучшился уровень коммуникации улучшились отношения выросла вообще другом на другую ступень как бы я перешла и понимаю вообще что осознание другое уже жизни и также в принципе вообще в жизни руководствуетесь если только вот за основу берете священный коран и сумму да вы никогда не проиграете вы всегда будете в выигрыше а почему мозгу трудно видеть будущее да потому что этого события в голове еще нет он не понимает а чего я вообще от жизни хочу и чтобы это понять надо задать себе определенные вопросы уже миха зрата в тренингах прям есть специальные вопросы до которые вытаскивают заставляют мозг поработать и помочь написать вот этот сценарий жизни тем у кого нет возможности ходить на вот тренинги да на личностного по личностному развитию я советую а начните хотя бы с того что вы будете мечтать потому что многие люди сегодня элементарно не могут даже помечтать вот сейчас прошу вот батал есть у вас мечты как будто в какой-то момент стала мечтать ну как наверное как вы сказали моделировать будущее тяжело чем ну я в общем ушел в прошлое и тяжело вспоминать что ну как мечтать вообще чего достигнуть можно правильно потому что потому что ваша сцена сейчас забита актерами из прошлого вот выгоните вы этих актеров батал а вы сейчас проходите тоже какой-то тренинг пока что нет я скорее но я ходил к разным психологам психотерапевтам и мне попались такие которые сказали долго вот так грубо говоря воздух гонять то есть разговаривать но делать то что ты собираешься то есть как бы опять же они они сделали акцент на том что не в будущее нужно посмотреть они как бы выживать это прошлое и моя проблема в том что я не пойму что хочу и я как будто запутался мне человек нужен со стороны чтобы это мне помог сделать или же я сам это то есть могу понять как-то очень месяца тяжело мне пока вот я вам сейчас объясняю почему вам тяжело мечтать потому что ваша сцена сейчас забита вот этим прошлым на вашей сцене сейчас актеры из прошлого которые вышли из задних рядов на проработках опять же с этими психологами когда вы ходите на эти сессии с психологами да они большей частью начинают они же им надо с чем-то поработать они начинают из вас доставать материал который был в вашем подсознании уже где-то там осел до его возможно уже нейронные связи слабые вы это забывали уже практически это уходило но из-за того что вы ходите к психологам продолжаете вот это все прорабатывать якобы какие-то травмы страхи да вы опять оживляете вот эти нейронные сети вы опять этих актеров выводите на сцену и все ваша сцена она забита вот этим прошлым и вы не можете двигаться дальше вы не сможете моделировать будущее а тем более вывести что-то новое а и вот тем кто них не ходил на тренинги кто не был на тренингах шамиль возврата да и не знает как моделировать свое будущее не знает свою точку б не знает как написать свой сценарий да есть в принципе в интернете если поищите да куча всяких моментов как какие вопросы задать да чтобы хотя бы понять в чем там чего я вообще от жизни хочу первое это конечно написать на бумаге прям вот вопрос мои мои мечты до чего я хочу добиться там или о чем я больше всего мечтаю вы вот этот вопрос просто напишите на бумагу и на это посмотрите походите с этим листиком день-два ваш у вас потихонечку начнет включаться мозг и начнут приходить какие-то идеи и в этот момент самое главное иметь под рукой ручку чтобы эти идеи записать потом как вариант человек который живет на автомате который не понимает зачем он живет прекрасное упражнение у нас было на тренинге мы вырабатывали вообще такое мышление результат никогда что мы в каждом дне как я как руководитель до знаю четкий результат для чего я ту или иную задачу хочу сделать и я ее всегда могу оцифровать то есть не просто у меня там завтра почитать книгу а у меня четкий результат завтра я прочитаю 20 страниц из вот такой-то книги вот в такое-то время вот он мой результат если я это сделала все я результат не пья точно знаю что я умею ставить себе цель я ее могу оцифровать и я понимаю завтра если я прочитала 20 страниц если я это сделал в это время из этой книги все моя цель выполнена я ее ставлю к себе как сделано да и мой мозг радуется а многие и плюс я понимаю для чего мне это то есть я знаю что вот эта книга именно да например книгу благой нрав да я четко знаю что эта книга поможет мне духовно развиться я точно знаю что эта книга поможет мне выиграть допустим как цель я могу поставить выиграть в марафоне благой на рад до который будет проходить в августе и я знаю зачем я ее читаю вот для тех людей которые живет изо дня в день и не понимает а для чего а в чем смысл их жизни как вариант упражнения берете сейчас телефон и на каждый час ставите себе будильник или напоминание да и когда приходит вот звенит вот через час зазвенит будильник да у вас будет вопрос зачем зачем я то или иное действие делаю вот в этот момент допустим вы кушаете да у вас зазвонил будильник у вас упражнения зачем вы должны ответить а зачем вы сейчас кушаете то есть вы включаете свое сознание и заставляете мозги думать вы заставляете их задуматься о том вообще зачем вы живете и что изо дня в день из часа в час вы делаете вот это упражнение классная для тех кто не понимает смысл своей жизни и вообще зачем ему все это мы вот тоже как участники тренинга тоже проходили этот это упражнение и среди моих коллег были те кто действительно не понимают а зачем они вообще живут и когда спрашивала тренер а что вы что у вас вообще какое ваше будущее после того как выйти на пенсию один говорит одна говорит ну я планирую там переехать на дачу и сажать огород ну один год посадишь огород другой год посадишь огород третий год пятый год на шестой у тебя уже не то здоровье не не днить не то состояние на в чем удовольствие то есть мозг он очень быстро насыщается чему-то одному ему это очень быстро надоест и если у человека нет какой-то глобальной миссии в жизни если он не понимает а для чего вообще он родился на этой жизни то ему вообще трудно вот опять же ставить приоритеты и искать набирать энергию для того чтобы двигаться изо дня в день когда у него есть какая-то глобальная миссия какая-то глобальная цель да то тогда у него и каждый день выстроен да из понимания для чего и зачем он это делает да и ему проще опять же планировать свой день я думаю что в части планирования приоритетов подскажите понятно все почему именно так и зачем и почему важно планировать и приоритизировать свои задачи главные выводы из того что вот сейчас проговорили да наша сцена маленькая помещает только трех актеров можно я попробую я вот в коротко написал у нас есть пять процентов сознательного которое требует энергии мозга и мозг не любит этой энергии тратит особо и поэтому на нашей сцене должно быть максимум три актера также нельзя вызывать старых актеров не копать прошлое жить здесь и сейчас и иметь сценарий жизни чтобы понимать что ты будешь делать завтра планировать приоритеты лучше с вечера нужно иметь сценарий жизни на 5 10 15 20 50 лет иметь точку а и точку б также очень важно иметь хорошее сильное окружение каждый день делать действие которое будет приближать к вашей конечной цели ну и последнее то упражнение зачем мне понравилось классное упражнение да вот те кто не понимает и не знает какова его миссия хотя бы несколько дней попробуйте поделать вот это упражнение зачем вы во-первых поймете что какие-то действия в течение дня вы делаете вообще вам ответ который будет приходить на ум да он вам не будет нравится не все что ваш мозг ответит зачем не все будет полезным для вас да и вы как вариант еще должны из вот этих ответов понять а что 20 процентов вытащить вот самых таких сочных моментов где ваш мозг действительно ответил полезным на ваш вопрос зачем потому что большей частью да например дозвонил телефон до напоминание с упражнением а вы в этот момент прокручиваете допустим голове свой вчерашний разговор с кем-то там из коллег или из родственников с которым уже вчера поругались и вот в этот разговор в этот момент сейчас перекручивать и у вас звонит будильник да и говорит что надо сейчас написать зачем и вы начинаете думать а зачем я вот сейчас кручу вот эти в голове воспоминания вчерашнем там споре или разговоре с тем или иным человеком естественно вы понимаете что это действие вы делаете нерационально что это не нужно сейчас вашему мозгу и вы как бы в этот момент для себя делаете пометочку да что вот таких действий я больше не хочу вот этого в моей голове вот этого актера больше на моей сцене не надо я больше этого не буду делать все вы осознанно это поняли и идете дальше и чем больше вы будете вот так осознанно возвращать себя к вопросу а зачем то или иное я в жизни делаю тем большим смыслом будет наполняться ваша жизнь инструментом для планирования как вариант можете брать ежедневник триллионера да которые выступают в качестве одного из инструментов трехдневного вот сейчас я вам объяснила почему важен инструмент ежедневник триллионера с точки зрения мозга что если вы не приоритизируете задачи ваш мозг на вашу сцену выводит миллион кучу разных задач которые забирают всю энергию мозга и вы к концу дня как выжатый лимон при этом ничего из важных задач которые подвинули вас к точке бы ничего не сделали все можно сказать день прожить зря вот почему важно вот этот инструмент ежедневник триллионера и по сути с приоритизации мы должны начинать нашу наш день с приоритизации с вечера до с утра соответственно просыпаясь мы смотрим на свой план на свой распорядок дня и идем по плану теперь как идти в течение дня по плану у каждого человека ритмы мозга они все-таки отличаются и надо уметь прислушаться к своему телу и понять а в какие моменты мы больше всего продуктивный вот большинство людей да и шамиль хазрат говорит что наибольшая продуктивность мозга это в первой половине дня есть люди которые говорят я до обеда сплю а потом просыпаюсь и там к вечеру у меня такая активность мозга и я вот могу вот вечером только работать днем вообще у меня голова не работает вот есть такие люди которые так говорят и для них это норма потому что они привыкли так жить то есть они привыкли с они свои биоритмы так выстроили да что они слова которая просыпается только ночью естественно их мозг теперь работает только ночью днем они не способны работать но как говорят опять же многие ученые да любую сову можно перестроить в жаворонка и это будет намного лучше почему потому что наши гормоны они тоже работают по часам то есть организм не будет думать ой ты сова значит там выработку самотропина будем отложим там на дневное время да нет у вас ровно в это же время там как и у всех людей там с 10 по моему если не ошибаюсь 10 ночи до часу ночи вырабатывается вот этот гормон роста да который нужен детям и почему вот важно детей укладывать рано не не оставлять их до поздней ночи до 12 как у некоторых например у меня есть соседи у них ребенок до двух ночи не спит я говорю как и она такая маленькая худенькая и ей как как ей расти если в момент когда ее гормоны вырабатываются она не спит она сидит в планшете и точно так же большинство взрослых людей да они не придерживаются вот этого здорового графика ритма до бодрствует ночью когда по сути в это время должны идет выработка гормонов а потом вот люди удивляются о как это я утром просыпаюсь у меня вообще голова не работает да естественно не работает потому что ну ритм такой у человека поэтому важно да это здоровый сон и раннее пробуждение и в чем вот мысль автора да что у каждого человека есть свои ритмы да и надо уметь услышать свое тело и понять а в какие часы именно ваш мозг до наиболее продуктивен на эти часы вы планируете самые такие важные и трудные сложные задачи потому что именно эти задачи будут забирать больше всего энергии а если допустим вы в самое продуктивное время вы начнете заниматься зарядкой чтением книги просмотром соц сетей вы всю свою энергию просто сольете в никуда вот в самые ненужные 80 процентов а 20 процентов допустим оставить и на вечер и вечером когда уже вас мозг можно сказать батарейка села на 80 процентов у вас сейчас 20 процентов всего батарейки а вы пытаетесь сейчас ему сказать а ну-ка давай мы сделаем сейчас такой сложный ролик для умару или там для же мир хазрата да он говорит нет нет уже энергии я не смогу говорит он поэтому важно исходя из продуктивности работы вашего мозга планировать еще и задачи под опять же под то какой уровень батарейки у вашего мозга на данный момент времени да вот в части приоритетов когда будете писать допустим завтра план завтрашнего дня обязательно в приоритетах ставьте сложные задачи на тот момент когда вы знаете что ваша продуктивность мозга самая высокая чтобы не получилось как в том примере как я сейчас сказала да вы в тот момент когда мозг был мега продуктивный вы спортом занимались там книжку читали в соцсетях сидели а потом когда уже все энергия закончилась вы взяли и сели за какой-нибудь трудный проект и потом удивляетесь что а ничего не получается вот про биоритме до мозга тоже проговорила и соответственно как шамиль возврат лучше тоже и вот во второй части по записи по этой книге там тоже рассказывает про то как важно правильно вот проставить приоритеты в соответствии со своими биоритмами и еще что важное да хотела отметить то что это вот касательно 3 плюс 2 да вот эти три главных задачи или проекта которые вы на завтра планируете вы планируете в первой половине дня и желательно да между первой и второй половиной дня сделать маленькую перезагрузку шамиль возврат говорил нам на тренинге что он делает там час и не ставит будильник если вы работаете на такая возможность есть у тех кто работает либо удаленно либо кто на наемном труде кому не перед отчитываться на если же вы наемные работники вы понимаете что у вас нет такой роскоши лечь в двенадцать или в час лечь спать то как вот перезагружались до мозг перезагрузить надо обязательно потому что он устает к часу дня обычно продуктивность мозга самая минимальная все он уже можно сказать свою на сцене свет потухает актеры почихонечку выходят со сцены да и мозг говорит что все я уже все дорогой устал хочу отдохнуть и у вас начинается вы начинаете искать причину отойти от работы идете покушать обычно да это обед у людей в это время и возникает такое желание поспать после сна ой после обеда особенно находит такое желание поспать и человек естественно вот это естественный алгоритм биоритмы до человека когда человек в это время хочет спать и почему даже пророк саллах алейхи салям да говорил что полезен дневной сон вот как раз таки в этот промежуток надо успеть перезагрузить мозг это также как и компьютер да вот вы его загрузили миллионами программ он у вас завис все он отказывается у вас работы вы его берете называть нажимаете reset и перезагружать перезагружайте да вон у вас опять как новенький пашт дальше вот тоже самое с нашим мозгом если мы находим 15 минут вот я помню у нас был вебинар вспомните мохир с сомнологом да вот она рассказывала про то что мне понравился вот этот момент да что она сказала если вы спите час вам потом трудно опять вернуться в рабочий ритм я вот в чем-то с ней согласна почему потому что действительно у нас сон идет определенными циклами да мы спим сначала там короткую фазу сна есть там длинная фаза сна и вот если человек уходит в допустим в длинную фазу сна ему из нее выйти трудно и он просыпается уже такой разбитый ему кажется многие говорят для меня дневной сон это вообще не нормальная я хоть и это полезно не буду это делать вот многие вот так говорят почему потому что не понимают вообще в чем суть вот этого дневного сна и как правильно его совершать да то есть там важное самое главное не уйти вот в эту совсем глубокую фазу сна а вот такой маленький маленькую перезагрузку сделать и как рассказывал шамиль возврат на тренинге и говорили об этом говорил ему об этом один из дикторов с которым он столкнулся в когда был на каких-то передачах выступали вот он говорит что им советское время давалось 16 минут почему-то не 15 а именно 16 минут на то чтобы перезагрузиться то есть вот эти 16 минут но в любой человек в свой обеденный перерыв найдет вот эти 16 минут мы целый час не обедаем в любом случае да мы большей частью я вот насколько знаю людей они полчаса покушают полчаса лясы точат сидят там гоняет какие интересы разговоры за чаем максимум что они могут сделать это выйти еще хорошо из офиса да и пройтись хотя бы там вокруг офиса это вот самое что лучше они еще могут сделать а большей частью а после обеда да многие еще сидят и болтают и вот по сути 16 минут мы найти можем что сделать вот в эти 16 минут просто сесть закрыть глаза и даже посидите вот просто закрытыми глазами посидите сделайте максимум даже себе пальминг знаете да вот которая большей частью сейчас мы работаем за компьютером очень трудно глазам потому что большая нагрузка это и гаджеты и телефоны и компьютеры да вот 16 минут просто если вы сделаете вот этот пальминг вы мало того перезагрузить мозг так еще и оздоровите свои глаза потому что как вот считается пальминг да он тоже особая такая перезагрузка для глаз как маленький сон да вы ему глаза закрыли сделали темноту и по сути вот световые колбочки вот эти опять оживили и мозг опять все краски другие станут вот после пальминга глаза видят вообще по-другому сейчас попутно закипываю фишку еще и по зрению да как это полезно помимо попутно того что вы перезагружаете мозг вы еще можете поддерживать свое зрение вот вы отдохнули вот эти 15 минут перезагрузили свой мозг все можно сказать опять начинается как второй день и это при условии что у вас нет такой роскоши до чтобы в течение рабочего дня уйти и сделать себе тихий час после вот этой перезагрузки соответственно вы опять можете распределить свои задачи так что после перезагрузки у вас опять будет прилив энергии и на это время вы опять можете спланировать именно поставить именно какую-то сложную задачу не что-то простое а именно сложную чтобы вы опять же были максимум продуктивный чтобы успели все что вы запланировали в своем календаре на завтра это касательно вот приоритетом до расставили приоритеты прописали все в ежедневнике триллионера прописали поставили в конце дня галочки поняли что вы молодец все мозг начинает сверху аж он радуется в следующем видео